Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. В прошлый раз я вам показала, как можно сделать набор петель, сейчас хочу вам показать, как можно петли закрывать. Тоже два способа. Самый обычный, традиционный способ закрытия петель, это косичка. Самая простая, чаще всего употребляемая вязальщицами. Выставили иглы в переднее положение, закрыли язычки и задвинули иглы так, чтобы петли немножко наехали на язычки. Берем петлю-уловитель и снимаем петлю. На петлю-уловитель провязываем рабочей нитью. Снимаем петлю, провязываем рабочей нитью. Если у вас машина с колками, как у меня, то вам проще, потому что колки затянуть сложнее. Если у вас колков нет и вы не знаете, как исследить край, чтобы он не затягивался, могу вам порекомендовать самый простой способ. Сняли две петли на петлю-уловитель, провязали рабочей нитью, вытянули на палец и посмотрели, какой длины петля у вас на пальце. Сняли следующую петлю, провязали и на палец. Смотрите, какой длины у вас петля. Если вы будете все петли выравнивать вот так по пальцу, у вас будет идеальная кромка. Конечно, это займет какое-то время, но выработает достаточно устойчивую привычку. Полотно никогда не будет перетянуто и грубо закрыто. Все петли одинаковые и ровные. Если же у вас есть колки, можно воспользоваться колками. Закрываем рыхленько через колок. Вот как я вам сейчас показывала самый простой способ. Когда колки у нас регулируют длину петли. Если же вам нужна петля широкая, можно через два колка. Закрыли петлю, вернулись назад, обвели предыдущий колок, сняли петлю на петлю ловителя, провязали. Вернули нить за предыдущий колок, сняли петлю на петлю ловителя, провязали петлю. Вернули петлю, вернули нить за предыдущий колок, сняли петлю, провязали. Смотрим, что у нас получается. Закрытие, которое мы регулировали, при помощи пальца, через колок, поплотнее смотрится и потуже, и закрытие через два колка, оно самое рыхлое и тянущееся. Выбирайте тот способ, который вам нужен для вашего конкретного изделия, и надеюсь, что этот способ вам помог. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки, и жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.